Знаковое событие для российской науки. Так можно охарактеризовать четвертую научно-техническую конференцию «Теплофизические и технологические аспекты повышения эффективности машиностроительного производства. Резниковские чтения». Конференция взяла свое начало в 2005 году. С того времени выдающиеся ученые из России, стран СНГ и дальнего зарубежья встречаются в ТГУ для обсуждения новых научных идей, разработок и перспективных технологий. География участников четвертых резниковских чтений впечатляющая. Более 20 российских городов, а также представителей США, Болгарии, Азербайджана, Израиля, Узбекистана и Украины. Свыше 150 специалистов, преподавателей, инженерно-технических работников, аспирантов и студентов представили результаты своих научных поисков. В целом на конференцию в этом году поступило около 200 статей от 350 авторов. В этом году конференцию приурочили к очень важной для нашего университета дате – к столетию со дня рождения профессора, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, первого ректора Тольяттинского политехнического института, почетного гражданина Тольятти Арона Наумовича Резникова. Арон Резников – ученый с мировым именем, человек-вселенная. Он оказал влияние на формирование многих видных ученых в нашей стране. Сегодня очень знаменательный день в нашем университете, столетие со дня рождения Арону Наумовича Резникова. Это человек, который не только значим как ученый, он значим как общественный деятель, как крупнейший организатор, тот, который создал в Тольятти самостоятельную высшую школу. И сама фамилия Резникова, она необычная. И то, что он занимался резанием материалов, оно соответствует. Он должен был заниматься этим. Он Резников. В первый день конференции в холле главного корпуса ТГУ был открыт горельеф великого ученого. На открытии присутствовали участники конференции – ученики и семья Арона Наумовича Резникова. Мы достаточно долго это готовили, и поэтому такая новизна, она пропала. Но в первый раз, когда я пришел к Михаилу Михайловичу с предложением вот эту четвертую конференцию провести в год столетия Ароны Наумовича и одновременно открыть горельеф, вот тот самый прекрасный, который Елена Степановна сделала. Вот тогда, да, и мы с ним сидели. Два сына двух известных отцов у него в кабинете. И что-то нам там обоим так как-то даже зябко стало от обсуждения вот этой темы, что, как правильно сказал Юра Ильич, мы дожили до столетия наших отцов. В связи с тем, что научно-техническая конференция приурочена к такой важной дате, помимо работы секций, состоялся торжественный прием ректора.